Одну я помню, сказку эту, поведаю теперь я Свету. Герои поэмы Руслан и Людмила буквально сходят с экрана на лед. Вот колдунья Наина и старый мудрец Финн. Их исполняют призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробяско и Повелос Ванагас. Вот Фарлав, соперник Руслана. В его роли призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун. Ну а вот главные персонажи Руслан и Людмила. Вице-чемпион мира среди юниоров Павел Дрозд и олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова. Мюзикл «На льду» Татьяны Навки – подарок всем гостям губернаторской елки. Уникальное шоу, полное новейших световых и 3D-эффектов, объемных декораций, сверкающих костюмов, невероятные музыки, написанные специально для мюзикла и песен в исполнении известных артистов Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Александра Панайотова и других. К такому подарку, конечно, прилагается и пожелание. Я бы хотел самого главного пожелать вам, чтобы все ваши мечты обязательно сбывались. Для этого нужно верить, для этого нужно мечтать искренне, по-настоящему. Конечно, отдать все свои силы для достижения этой мечты. И тогда обязательно волшебство случится. А для кого-то уже случилось. Среди гостей губернаторской елки особенная девочка – 12-летняя Елена Егорычева. Она передвигается на инвалидной коляске. Еще несколько дней назад Лена и не думала, что ее мечте суждено сбыться. Но папа решил попытать счастье и написал сообщение губернатору в Инстаграм. Попросили о желании Лены. Какая у нее мечта. Мечта – хотел попасть на елку, на главную елку. Примерно через сутки уже вся семья Егорычевых – мама, папа Лена и ее младший брат Тимофей – держали в руках билеты в первый ряд ледового мюзикла. Уже в самом зале Егорычевы встретились с Глебом Никитиным. Ну а дальше, конечно, наслаждались мастерством именитых фигуристов. Мы рады, что именно вот это прекрасное шоу нам удалось в этот раз привезти, потому что, мне кажется, вот этот идеальный мюзикл для Нового года и для рождественских праздников, для детей – это вообще, мне кажется, просто такой подарок. Нам очень приятно, что такая теплота, доброта изучается от зала, потому что, когда детский зритель – это немножко другая атмосфера, сразу хочется, наверное, тоже побыть немножечко ребенком. Эта сказка на льду – еще один повод поверить взрослым и детям, что Руслан обязательно одолеет Черномора, вернет Людмилу и добро обязательно восторжествует. Служба информации Елизавета Виноградова, Алексей Калякин.